не хочу ничего записывать серьезно ну ладно во второй части по веб-карте я буду рассказывать как узнаете время устраившего выража у вашего самолета используя параметр turn он же угловая скорость справа от оборот как вы все думаю знаете в игровых карточках написано полная неактуальная для рбшников чушь время виража там измеряют с полным баком в сб и пишут вам эту херню в рбшную карточку информация максимально не актуальна до нас да и рбшников да в принципе для из бэшников тоже там они никто не летает с полным баком прям блять камон по моему они там берут по 40 минут для начала вам нужно войти в этот самый устраившийся вираж для этого вы должны встать горизонт и густаканить самолет таким образом чтобы он не терял и не набирал скорости высоту примерно как сейчас на экране но для рбшников тут есть одна проблема если стоять в горизонте на пм самолет начинает гулять и из-за огромной чувствительность элеронов устаканить самолет в горизонте невозможно чтобы это пофиксить нужно использовать упрощенное управление ваш смот все еще будет питаться инструктором и результаты времени гража от прицеливания мышью отличаться не будут лучше это делать через виртуальную кабину в ней вы смотрите на вектор движения маленькая . под прицелом и делайте так чтобы она встала в горизонт также нужно зафиксировать значение двигателя то есть поставить примеру шаг винта 100 и радиаторы по 40 процентов если так не сделать автомат управления двигателем начнет крутить радиатор в зависимости от перегрева и это вам пизданет все результаты теперь короче самое интересное смотрите значение угловой скорости терн в веб-карте измеряется в радианах в секунду сейчас холкейт делает 0,358 радиана в секунду при этом 1 радиана равен 57,3 градуса то есть умножив 0,358 на 57,3 мы получаем 20,5 градусов в секунду это скорость с которой самолет совершает оборот далее чтобы узнать время устоявшихся виража нужно 360 разделить на 20,5 мы получаем 17,5 секунд вот и выходит что холкейт на минимальном топливе с инструктором у земли делает левый вираж за 17,5 секунд как я вообще раньше измерял время виража ну в далеком четырнадцатом году когда я не знал про папкарту и про этот параметр я записывал видео как сейчас и открывал плеер и по кадрам считал давайте покажу как вот у меня открытый плеер будем считать по северу вот дошли до севера делаем закладку 12,2 делаем оборот я перемотал чуть-чуть и вторую закладку 29,7 29,7 минус 12,2 получаем ровно 17,5 то есть этот способ работает только разница в том что вам не нужно записывать видео вам не нужно вот этой хуйней заниматься то есть вы сразу зашли и увидели цифру и в калькуляторе посчитали это занимает буквально полторы минуты то есть в этом плане вот этот способ через вапкарту смотреть время виража он очень классный я так всегда теперь делаю то есть как вариант еще он полезен для того чтобы узнавать если вы играете в турниры на каких закрылках лучше самолет виражит то есть если вы не уверены что нужно там виражит на чистом крыле либо на боевых в горизонте устоявшимся то вот этот способ он для вас также если выходит какая-нибудь новинка какой-нибудь новый самолет и вы хотите понять как он как он виражит относительно других самолетов то тоже пользуйтесь и заебись короче а а а а